всем привет ребята меня зовут аня покров я блогер и теперь еще по совместительству певица я не могу себя прям так называть но все-таки факт остается фактом у меня уже записанных получается 5 треков и готовится куча всего очень много клипов очень много новых треков которыми мы будем радовать вас поэтому наверное все таки чуть-чуть от певицы мне тоже присутствует так насчет музыки у нас есть огромная команда ребят которые помогают нам с треками которые помогают их придумывать записывать сводить то есть мы живем dream team house и у нас есть музыкальный продакшн но вот например последнюю песню последний предатель она практически полностью моего сочинения то есть там полностью моя история просто ребята помогли мне это изложить более слушаемый формат можно так сказать а так у нас огромная команда ребят которые нам помогают мы их очень любим спасибо вам большое что вы с нами есть вот такая вот история музыкальная как я попала dream team house ну во первых я существую в доме с самого момента его основания то есть я приехала в москву 4 марта меня позвали ребята я вообще не понимал куда я еду тогда еще не было тикток домов это сейчас очень популярное явление раньше их вообще не было и то есть я была одним из первых участников я приехала ничего не понимали мы с ребятами как будем двигаться дальше начали просто снимать жить вместе это было супер весело но в принципе все сейчас так и продолжается нас 15 человек в доме мы реально живем все вместе спим кушаем у ним туалет то есть как детский лагерь наверное такой я бы сказала только чуть-чуть постарше детки то есть 18 20 лет и круто на самом деле я очень рада что dream team появился моей жизни потому что она перевернулась просто с ног на голову за этот год произошло больше чем за всю мою наверное созданную жизнь так распорядок дня dream team house и у нас нет как такового распорядка дня есть просто привычный ритм жизни и мы в нем живем мы изначально пытались сделать прям план действий то есть просыпаемся восемь потом зарядка потом завтрак и снимаем тиктоки нас надолго не хватило потому что у всех ребята разные ритмы жизни кто-то просыпается в час дня кто-то 8 утра поэтому мы просто стараемся сделать так чтобы было удобно всем ну конечно же у нас есть общие собрания постоянные есть общие мероприятия мы постоянно ходим вместе в кино на картинг стараемся как можно больше времени проводить вместе есть общие вот эти вот как раз я сказала собрания где мы обсуждаем наши проблемы где мы обсуждаем как мы будем двигаться дальше у нас бывают импровизированные свечки аж говорю очень похожи на детский лагерь жалко нас там не кормят и нет вожатых но пока справляемся сами живем на доставке почти не кушаем уезжаем на съемки на целый день но все равно всегда вместе то есть в основном мы даже не передвигаемся по одиночке нас даже съемки по два-три человека ты сейчас одна и я уже очень скучаю по ребятам потому что мы привыкли так жить и мне на самом деле очень комфортно вот многие спрашивают каково это жить 15 человек в доме нет свободного пространства ты не можешь побыть один а ну у всех разные характеры но мне правда так максимально комфортно я лагерный человек я с детства активный ребенок и поэтому мне очень нравится когда такая движуха 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 постоянная плюс мы поддерживаем друг друга во всем и это тоже очень сильно помогает так современная музыка современная музыка это то что сейчас кардинально отличается даже того что было пять лет назад потому что к нам пришел моргенштерн который разорвал все чарты к нам пришли ребята рэперы в основном да это рэп сейчас еще тик ток заполняет музыкальную индустрию я же перед вами сижу сейчас а потому что тик ток просто взорвал и очень многие ребята блогеры поняли что музыка это круто что музыка дает еще и дополнительный какой-то прорыв популярность и все запели вот на самом деле мой плейлист сильно отличается от современной музыки от того что сейчас слушают хотя я тоже знаю все трендовые песни потому что как по-другому я сижу в тик токи я сижу в контакте и это не может прийти меня но когда я одна я слушаю либо какие-то грустные слюнтявые песни про любой девчачий либо 2517 по мне не скажешь если вы знаете эту группу если вы знакомы с их творчеством то с моим образом это никак не клеится но действительно когда мне плохо или когда наоборот мне хорошо эта музыка меня очень очень вытягивает то есть там русский рок русский рэп со смысловой нагрузкой и я вообще безумно благодарна что 2517 появилась моей жизни 2014 году что мне показали эту группу вот в сердечке так мое отношение к мату в музыке самом деле мое отношение достаточно негативная потому что это я лично про себя говорю нас смотрят дети нас слушают дети и как-то грустненько если они будут расти на такой музыке но такая музыка имеет место быть если мат уместен например у меня даже последнем треки да хоть я сейчас говорю что я против мата в соцсетях я сама стараюсь не упоминать ненормативную лексику в своих историях и в принципе в соцсетях но вот например последний предатель у меня вышел трек и там есть одно запиканное слово слушай что я у тебя одна потому что честно как мы не пытались перекроить трек как мы не пытались выдернуть это слово извини чем-то другим но никак она там настолько уместная чтобы показать правду мое состояние мое настроение и по-другому там просто не сказать поэтому видите мат зачастую уместен когда без него никак тем более мы живем в россии и у нас в принципе кругом что греха таить конечно в жизни я все равно матерюсь стараясь поменьше потому что правда плохо я девочка тем более все такая позитивная и поэтому правда стараясь себя за это ругать и выключать вообще маты из своей лексики из его разговора главные испытания которые стоят на пути у артиста наверное для меня лично что сейчас заметила чего даже попаиваюсь немножечко что наша жизнь она полностью публичная то есть когда ты становишься популярным ты забываешь про свою личную жизнь постоянно на виду тебя постоянно обсуждают все твои высказывания все твои действия иногда становится реально страшно потому что ты не можешь пойти погулять в тайне ото всех тебя по-любому найдут подписчики сфоткают и так вот из-за угла не делайте кстати так это очень плохо лучше подойдите лично пообщаемся сфотографируемся чем когда вы крысу фоткаете из-за угла вот это наверное самое страшное для меня публичности то есть то что у тебя не остается право на личную жизнь родители родители мои самые лучшие ну как для всех детей наверное они меня во всем поддерживают максимально даже когда я сказала они у меня из волгограда и я сама из волгограда то есть я переехала москву только год назад и я пришла и сказала так и так я уезжаю я привыкла что я лет 16 уже не особо спрашивала разрешение только советовалась и они меня в принципе в этом поддерживали и сейчас все осталось на своих местах они также говорят давай аня давай побольше уделяй внимание нам я вот сейчас привозила и папу и маму москву они у меня в разводе но как-то хочется они ни разу не были хочется показать и чем я живу и вообще столицу нашей родины как тут у нас все обустроено правда стараюсь помогать родителям потому что я очень благодарна за то что раньше они так сильно помогали мне лидер мнений это тот человек за которым идут массы которому прислушиваются люди и я однозначно считаю что и блогер и артисты в принципе медийная личность это уже лидер мнений поэтому я опять-таки иногда побаиваюсь боюсь что мое мнение интерпретируют как-то не так вывернут все наизнанку все мои высказывания сейчас вообще страшно высказывать свою позицию в интернете но вот так вот быть лидером мнений быть медийным человеком хейтеры это отдельная тема потому что я только сейчас начинаю более-менее спокойно к ним относиться хотя сейчас их появилось намного больше потому что ну так же и фанатов до появилось намного больше честно мне тяжело потому что я маленькая девочка из волгограда которую просто выдернули сразу запихнули в этот большой мир и я достаточно ранимый человек но как мне недавно сказали одну фразу и она мне очень не запомнилось что хейтер это человек который действительно тебя намного больше любит даже чем твой самый преданный фанат он следит за тобой и возможно даже хотел бы общаться и поддерживать просто вот как-то не склеилось поэтому правда стараюсь относиться спокойнее к хейтерам это люди которые просто наверное у них что-то жизни происходит плохое они транслируют это тебе но хочется их на самом деле поддержать обнять и сказать про не переживай все будет хорошо давай не злись на эту жизнь ведь в мире столько всего хорошего образование это тоже очень спорный вопрос и я до сих пор учусь в институте я заканчиваю четвертый курс я не захотела бросать потому что мне было очень обидно я столько времени потратил на это но на самом деле сейчас современном мире спокойно можно выжить без высшего образования но если ты сам себя что-то представляешь если ты умеешь крутиться в этом мире поэтому я не скажу что образование это какая-то ерунда лучше пойти блогера и развиваться зарабатывать кучу денег нет у кого-то получается у кого-то не получается поэтому я считаю что учиться учиться еще раз учиться даже если и не в институте да и не школе то заниматься каким-то саморазвитием я учусь в волгоградском государственном институте искусства и культуры это единственный творческий вуз в нашем городе я изначально когда заканчивала школу понимала что мне не подойдет ни одна из серьезных профессий так сказать то есть бухгалтер учитель менеджер это все точно не про меня я не смогу мне будет скучно и это однозначно не мое поэтому я сразу знала что моя жизнь будет связана с творчеством и пошла учиться на режиссуру но режиссура не кино и телевидение да режиссура театрализованных представлений праздников мне очень нравилось это очень круто сейчас просто у нас уже дистанционка идет поэтому я не могу сказать что она сейчас полноценное обучение но в любом случае я очень рада что я попала туда все равно это во первых было безумно весело наши все показы с ребятами наши занятия актерским мастерством и сцены речью сейчас тем более в моей жизни это вообще огромный плюс у меня была хоть какая-то школа изначально вот поэтому мне нравится мой институт я рада что я пошла в творческую специальность что-то другой я бы точно не выдержала забрала документы и такая убежала бы оттуда так я действительно заполонила собой все соцсети но если говорить о любимых то конечно же меня все ассоциируют с тик током потому что я стала популярна наверное в большей степени из-за него но как ни странно моя любимая соцсеть это инстаграм и я на самом деле уделяю намного больше времени инстаграму я веду истории 24 на 7 я стараюсь делать какие-то интересные фотосеты я реально общаюсь со своими подписчиками особенно со своими фанами у нас даже есть группы которых я стараюсь правда отвечать я понимаю как для них это важно и как они этому радуются сейчас еще появился youtube youtube это уже такое посерьезнее youtube нужно уделять намного больше времени намного больше подготовки мне это очень нравится сейчас запустила новое шоу на своем ютубе я прям кайфую от этого я кайфую от того что можно придумать сценарий но у меня тоже большая группа на самом деле ребят которые мне помогают в этом которые помогают снимать которые даже помогают прописывать сценарии потому что youtube правда это огромное количество времени вы просто не представляете какой это труд поэтому я так уважаю ютуберов я так уважаю их за интересный качественный контент и мы стараемся тянуться за ними а так конечно инстаграм тик ток это все весело это все очень быстро но занимает огромное количество времени потому что я в соцсетях 24 на 7 правда не бывают дней когда я по собственному желанию пропадаю из истории в инстаграме например я всегда стараюсь быть активной потому что следит большое количество людей и когда я даже пропадаю просто на 4 часа не пишут они что случилось они почему-то не в интернете ты заболела что случилось тебе нет настроения ну я чувствую ответственность и поэтому постоянно снимаю 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 самое необычное что мне писали в директ в основном мне на самом деле пишут слова поддержки постоянно типа спасибо за то что ты есть спасибо за то что ты радуешь нас своими историями а вот как я уже сказала я общаюсь со своими фан аккаунтами и самое странное наверное для меня это когда фаны мои солнышки которые там аня покров анти грусти навокадо они начинают очень сильно обижаться когда ты не уделяешь им достаточное количество внимания когда они скидывают тебе после ты не поставил лайк и они прям такие типа ты нас не любишь на самом деле у тебя просто несколько времени чтобы 24 на 7 общаться с ними а самое странное это когда присылают вот эти вот неприличные половые органы ну как бы я девочка и это происходит постоянно это ужасно честно и такие сообщения сразу так вот блок или когда пишет давай познакомимся красотка правда вы до сих пор думаете что если вы напишите в инстаграмчике эй детка твоей маме взять не нужен девчонка реально такая нужен пойдем на свиданку пацаны что у вас в голове когда вы это пишете мои вредные привычки но как мы уже сказали это сквернословие сейчас пойдем по семи смертным грехам да но действительно я правда стараюсь отучать себя от мата но я практически не пью потому что у нас принципе в dream team есть правило работать 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 и не пить потому что если такое будет происходить то 20-летние ребята и могут искру им скружит голову алкоголь и они уйдут полностью в тусовке вот мы стараемся от этого абстрагироваться поэтому раньше я много тусил на самом деле в волгограде ну что мы все люди и все подростки наверное проходили через это у нас была компания которым постоянно тусили там выпивали вот но сейчас правда стараюсь отказаться от алкоголя я не курю сигареты вот ну короче у всех есть вредные привычки но мы стараемся от них избавляться сверхспособность которую я бы очень хотела это телепорт я бы хотела телепортироваться потому что мне постоянно не хватает времени я бы так вот кружусь везде опаздываю такси просто срочно еду в другой конец москвы и было бы очень круто если бы я такая бас и по щелчку пальцев оказалось бы в нужном мне месте правда я бы не хотела читать мысли я бы не хотела привораживать парней завораживать парней а вот телепорт очень бы пригодился у меня есть татуировки их немного и каждую я набивала осознанно каждая для меня что-то значит например у меня первая татуировка достаточно большая она на спине и там нарисованы горы и написано все путешествия сбудутся это была моя первая татуировка сколько мне 17 лет было когда ее набила и я в принципе с таким девизом изначально шла по жизни я действительно хочу объездить весь мир для меня это очень важно и я прямо стремлюсь к этому плюс у меня есть вот здесь татуировка я приехала в москву под ребром набила надпись достаточно банальную но она мне правда так помогала то есть ты все сможешь там написано и я иногда когда начинаю загоняться так смотрю под ребро и так действительно я все смогу вот у меня есть дурацкая татуировка это этот партак хорошо тогда можно сказать что это была первая татуировка она еще и на среднем пальце простите там инициалы анна александровна я набила в 14 лет в лагере иглой ужасных санитарных условиях я не знаю как мы там ничего не занесли но это было реально страшно и сейчас я бы никогда такого не сделала тогда как-то весело было как-то все били и мои родители даже не знали наверное года четыре что у меня есть татуировка папа думал что я ручкой потрясовую вот ну еще мне есть две маленькие татуировки на ногах там мой ник в инстаграме я набила его на батле причем тоже думаю блин ну прикольно даже если блогерство закончится то у меня останется такая память есть парная татуировка с подружкой там сердечко и самолетик тоже это ее первая татуировка я ее заставила на самом деле мы с детства мечтали об этом это правда моя лучшая подружка и ну как то это вот было важно я против парных татуировок с молодыми людьми пока что по крайней мере точно против потому что мне кажется это слишком сильная память слишком сильная эмоциональная привязка друг другу и я бы очень сильно загонялась если бы смотрела антировку когда мы расстались но с подружкой то это другое дело вот на и последнюю татуировку у меня вот здесь на руке там написано dream team house мы набили ее всем dream team ам никто еще ни разу не пожалел опять-таки даже если наши пути разойдутся то мы будем помнить как нам было круто вместе надеюсь что это будет не скоро я вообще раньше мечтала забить себе рукав но сейчас я как-то пока потихонечку отказалась от этой идеи я как бью татуировки только когда действительно понимаю что вот все хочу когда понимаю что потом не пожалею поэтому пока не знаю правда но мне в любом случае будут еще татуировки и в любом случае наверное связанные с какими-то событиями моей жизни еще я бы хотел очень красивую картинку но опять-таки надо заказывать эскиз у меня нет времени вот но татуировки будут главное чтобы не из головы до 5 а то меня потом никуда сниматься не возьмут мне мама так по крайней мере всегда говорила мое отношение к девочкам которые делают себе beauty tuning а то есть грудь губы честно абсолютно нейтральная я считаю что это выбор каждого человека и если девочку что-то не устраивает сейчас современный мир уже практически все прибегают какой-то косметологии единственное к операциям не отношусь посерьезнее то есть меня нет никаких операций я бы не хотела ни губы ни нос там ринопластику сделать но правда не вижу ничего такого в этом месте девочка опять-таки осознанно пришла к этому не то что ей там навязали комплекс и она собралась на следующий день записалась на операцию это выбор каждого человека у меня операции нет никаких но если честно мне чуть-чуть сделаны губы это тоже делала на батле и ничего такого в этом не вижу абсолютно то есть меня смущали мои маленькие губы полосочки я сделаю их чуть чуть больше то есть все это было один раз давно пока больше не хочу меня принципе все устраивает себе а ногти реснички волосы я считаю что это даже неотъемлемая часть девушки ее ухода за собой то есть девушка должна всегда быть красивой и почему бы и нет тем более если природы не дано хотя я считаю что все девочки от природы красивые вот как-то я сама себе противоречу немножко в этом плане нет все девочки от природы красивые если они хотят стать еще лучше то в этом ничего такого не вижу ой я наверное не сильно влюбчивая девочка то есть не было никогда мне такого что каждый месяц я приходила к подружкам и говорила я просто втюрилась в мальчика одноклассника нет у меня в принципе было два молодых человека ну то есть прям отношений и в принципе все они длились достаточно долго то что сейчас мы личной жизни происходит давайте не будем об этом говорить а раньше вот да были вот эти два парня я причем никогда не говорила я тебя люблю я серьезно отношусь к этим словам наверное это мой какой-то комплекс даже сказать какие-то мои загоны из детства потому что у меня у мамы три брака было у папы три брака и как-то я немножко потеряла значение слова люблю то есть я могу сказать это своим друзьям как раз таки спокойно а молодому человеку мне сказать тяжело вот правда чисто пересилить себя и сказать тяжело но наверное это пройдет с возрастом пройдет с опытом либо когда я пойму что человек действительно ну прям очень важен для меня я считаю просто что сейчас в таком возрасте это больше все привязанность симпатия вы узнаете друг друга а вот когда я буду вместе со своим мужем сидеть на кухне пить чай я надеюсь такой будет и возле нас будут бегать маленькие дети туда я скажу это любовь такая головоломка вот такое наверное у меня отношение к слову любовь и отношениям в принципе список артистов с которыми я хотела сделать фит а я бы честно я бы очень хотела сделать фит с Олечкой Бузовой вот ну вот ничего не подумайте просто это мой это мой мотиватор я изначально когда пришла в блогерство я смотрела на я думала капец она работает то есть на может не нравится ее музыкальная программа но как человек и кстати песни Оли мне тоже нравится я считаю что это гениально если человек не умеет даже петь делает хиты которые слушают потом огромное количество людей то это очень круто значит она настолько харизматичная значит настолько работоспособная что она заткнула всех супер поющих музыкантов которые вышли с голоса поэтому Олечка Бузова когда про нее что-то плохое говорят я просто сижу молчу и думаю ребят давайте сначала вот добьемся того что имеет она давайте сначала поработаете 24 часа без сна а потом будете что-то говорить вот но из таких артистов еще я вот очень хорошо общаюсь с Димой Биланом я бы тоже хотела с ним фит а так пока честно не знаю это же все приходит с общением когда вы лично знакомитесь когда вы понимаете что о круто круто бы сделать вот такой вот трек когда вы понимаете зачем они фит ради фита все равно когда вы как-то прям горите этим когда вы хотите это сделать такой вопрос про деньги раньше раньше конечно денег не было я всю жизнь подрабатывала там расклеила листовки работала официантом ну хоть как-то крутилась потому что у нас самая обычная среднестатистическая семья потому что мама с папой в разводе и мама можно сказать одна всегда тянула семью то есть меня и отчима вот поэтому я изначально сразу пыталась найти где-то подработки чтобы хоть какая-то копеечка была плюс у меня есть такой я не знаю сказать это хорошим качеством или плохим но я постоянно коплю даже сейчас а не то что я такая прям курица на сетках сижу на деньгах но я постоянно коплю в какой-то степени это правда хорошо что я не транжирю их направо и налево но сейчас я стараюсь спокойно относиться к деньгам понимать что они как приходит так и уходят что еще заработаю спокойно не обязательно сейчас сидеть с ними потому что тогда никаких радостей жизни не будет а насчет того что меняют деньги людей или нет я думаю что не деньги меняют людей я думаю что просто очень много факторов которые в принципе нас меняют в лучшую или худшую сторону есть много примеров когда популярности деньги уводили людей куда-то не туда но тут либо ты сам справляешься с этим и справляешься со звездной болезнью и так далее либо просто такой исход то есть нельзя сказать что деньги меняет людей есть много факторов которые меняют судьбу людей честно из-за того что раньше денег не было наверное волгограде мне было бы достаточно 10 и 20 тысяч рублей спокойно чтобы жить пить кофе сейчас москве конечно денег нужно больше плюс мы становимся старше у нас уже другие запросы хочется и за собой как разки ухаживать там волосы делать хорошем салоне и ногти поэтому сейчас конечно денег тратится больше но нет такой суммы чтобы я сказала вот столько мне в месяц достаточно я могу прожить месяц если прижмет на маленькое количество денежных средств ну конечно чем больше тем лучше что мы девочки да и мальчиком в принципе лол без денег в этом мире никуда к сожалению дружба шоу-бизнесе это тоже такой очень сложный может сказать вопрос я честно посмотря со стороны и со своим ощущением могу сказать что как таковой дружбы в основном нет но есть отдельные примеры когда реально люди поддерживают друг друга и так далее но в основном это все равно какая-то взаимовыгода поэтому я считаю что нам очень повезло что мы живем в доме что мы изначально туда пришли простыми ребятами со сложными судьбами очень многие которые не были никогда в мире шоу-бизнеса и мы действительно подружились и мы можем называть себя друзьями потому что сейчас найти друзей уже было бы сложнее намного сложнее потому что ты не понимаешь что тебя хотят то ли действительно хотят общаться с тобой как с личностью типа аня покров либо хотят просто похайпить и просто чтобы ты был с ним рядом ради в своей какой-то личной выгоды вот но правда есть отдельные примеры когда дружба действительно существует но наверное когда она уже давно и проверено годами и времени так в основном все приходят на совки такие и там все такие друзья между собой ты думаешь но ты же только что там за спиной про него говорил ну короче вообще все это очень грустно и страшно и я очень рада что у нас есть дрем-тим мы всеми очень хорошо общаемся в дрем-тиме но наверное прям best of the best с кем я 24 на 7 вместе это артур бабич это маша все круто вот эти два самых близких мне человека в дрем-тиме которым я могу рассказать все которые я знаю что поймут меня правильно остальные ребята мы тоже у нас супер крутые отношения то есть мы можем и поплакаться вместе и так далее просто чуть чуть меньше общаемся но всегда так большом коллективе ты все равно находишь себе близких людей с которыми ты больше открываешься вот но все равно я могу прям реально сказать что это мои друзья я не знаю как ребята но я могу так сказать там диана барби дани милохин мы очень хорошо общаемся постоянно вместе куда-то гоняем мы сидим подолгу разговариваем разбираем наши проблемы вот но машули конечно и артур это два самых близких человека мне сейчас в принципе хоть у меня остались старые друзья с которыми до сих пор поддерживаю связь девчонки вот лучшая подружка моя арина с ним и все равно прям общаемся общаемся вот но сейчас даже наверное маша и артур чуть-чуть перекрывают потому что мы больше времени проводим вместе ребята из моей прошлой жизни не могу так сказать все равно ребята с которыми общалась с детства мы до сих пор хорошо общаемся и надеюсь что эта связь не пропадет так три пункта которые мне больше всего победит в этой жизни блин ну круто сказали про пробки поэтому не могу не дополнить я переехала москву и я в шоке мы живем за городом и я до центра добираюсь полтора два часа у меня вся жизнь проходит в пробках честно я уже не знаю чем там заниматься читать смотреть фильмы смотрите кто спать правда очень много времени отнимает дорога и эти пробки поэтому можно топ-1 занести а второе это будет достаточно банально но я не люблю когда как раз таки вот происходит лицемерие в общении между людьми какие-то сплетни и грязь обман прям в жестком его проявлении третье что меня бесит это мои кудрявые волосы я такой человек что если у меня на голове какой-то пипец я не могу нормально существовать не важно что у меня с лицом не важно что у меня с одеждой главное волосы они у меня густые пушистые кудрявые и наверное каждая девочка меня поймет у которой кудрявые волосы что это просто жесть что приходится тратить очень много времени на то чтобы помыть уложить высушить поэтому я часто прибегаю к хвосту или каким-то посторонним средством или прическом чтобы хоть как-то уладить свою ситуацию на голове чтобы не я упала самосвала тормозила головой а нормальная опрятная девочка и три вещи которые я люблю больше всего ну конечно же первое это поесть хорошо поесть я сладкоежка жуткая я не ем очень много продуктов то есть я не ем колбасу на ком да то что любит на самом деле половина населения нашей страны пельмени но я жуткая сладкоежка я никогда не могу отказаться от конфет шоколада мороженого для меня это просто стресс поэтому все диеты где полностью нужно ограничить отладкого для меня просто стресс на второе что люблю больше всего это конечно же своих вот друзей и родителей и третье это мои подписчики потому что сейчас я не представляю свою жизнь без них и это те люди которые меня очень сильно мотивируют это те люди для которых хочется что-то делать я всегда мечтала с детства мечтала стать популярны я не знаю какими не знала какими способами этого добиться этого достичь просто жизнь меня сама по сути к этому привела поэтому я просто кайфую от того что происходит это с одной стороны до тяжело моментами но с другой стороны это реально то к чему я стремилась с детства и чему я очень рада поэтому мои подписчики сердечки аня покров через десять лет это самая популярная девочка этой страны но я всегда так себе говорю я действительно мечтаю даже о том чтобы мне знала не то что вся россия да там где-то весь мир за границей но это конечно же посложнее для начала нужно сделать так чтобы мне знали дети мамы и бабушки нашей страны а ну папа и братья конечно же тоже все все вместе взятое я правда верю в то что не остановлюсь и вы правда услышите обо мне через десять лет а прям загадывать вот что я стою в крутой тачке я так не люблю я просто знаю что я не остановлюсь и через десять лет мне будет намного больше чем сейчас ближайшие творческие планы это развивать свой youtube потому что я сейчас прям загорелась и я говорю сделала новое шоу на канале то есть у меня были просто новости а теперь у меня есть гостевой формат шоу мы его еще не запустили скоро запустим конечно же делать новые треки потому что у меня это жутко сейчас прет это очень круто когда твои подписчики отмечать себя в историях где они там друзьями едут машине под твою музыку ты сидишь блин как круто это же то что я хотела я сама раньше слушала артикасти билан и так далее сейчас мы выступаем с ними на одном концерте и я прям такая сижу думаю как так вот конечно же новые треки клипы клипы это вообще неотъемлемая часть потому что это даже прикольнее ты придумываешь идею ты заморачиваешься снимаешь это и потом это можно посмотреть в визуальном формате так как мы блогеры да изначально все таки нас больше воспринимают в визуальном формате поэтому люди просто прутся от клипов они очень радуются им и что хочу сняться очень сильно в сериале надеюсь что в ближайшем будущем это произойдет это такие мои мечты до детские тоже еще какие-то не сбывшиеся но я уверена что я приду к этому нужно позаниматься над актеркой конечно но я думаю все будет поэтому треки клипы сериал я думаю будет когда-то и конечно же youtube и все соцсети останавливаться не будем будем только вперед 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 плюс еще нужно развивать dream team мы постоянно садимся думаем чтобы еще такого придумать чтобы еще больше разорвать вот ну и как-то придумывается каждый раз поэтому я думаю что мы вас удивим в этом году самое главное в жизни это чтобы в холодильнике всегда было что поесть а рядом тебя окружали близкие люди честно вот не хочется говорить каким-то заезженными фразами но что еще не главное в жизни как не друзья твои близкие и еда скажите мне пожалуйста я желаю вам всем чтобы вы проще относились к жизни как можно меньше загонялись как можно больше улыбались потому что на самом деле все плохое вся черная полоса нашей жизни когда-то заканчивается и наступает белая идите всегда к своим целям не останавливайтесь любите эту жизнь берите от нее просто все я вас тоже очень сильно обнимаю всех целую поэтому всем любви удачи жвачки и авокадо